Она не ставит. Она просто блокирует им этот ход, чтобы когда его налево поселила, там жена. Если выпьем, то вообще красавица. Она сразу, наверное, моя хорошая, у нас проблема, что мужик выпил, и он сразу налево тянет. Поэтому этот ход надо блокировать. Вы думаете, вот пуговицы видели, девочкам приживать на пальто на эту сторону, а мужика на ту. Видели? Это не я их перешил. Пуговицы, она, от слова, пугать. И первые пуговицы всегда говорят с зубами, с мордами. Они девочкам ставят сюда, а мальчикам сюда. Чтобы они правильно идут, чтобы между ними пуговицы не было. Но халат до сих пор завязывает женщины на эту сторону, а мужики на эту. Потому что бузла между ними не было. То есть, что-то энергично и беспрепятственно, и чтобы они стали как целые, нерастелимые. И тут, кстати, все зарисовано. Видишь, мужик женщине по ушам тут едет, и мужика через мис берет. А так мир устроен. Да, а как? Мужика надо брать, пока он щенок. Пока ему неудобно спать на животе. Потому что он уже никуда. А если он достался у женщин? Батюшку взрослого габеля трудно перевоспитать. Понимаешь, не делаю? Это уже как ни пути. Я понимаю, что нет. Вы знаете, будущая женщина смотрит по правой руке, а мальчикам по левой. Вот просто, когда мальчик с девочкой раньше гуляли, за рук убрались. И судьба могла стать общая. Они за рук убрались. Даже на свадьбах. И даже в других странах. В Вьетнаме до сих пор кольца одевают девочкам на правую руку, ну с белого слоя. А мальчикам на левую, ну с желтую. Когда они идут правильно, она со стороны сердца, они за руки взялись, их будущее наложился, а кольца встали в знак бесконечности. Причем это должно быть как Солнце и Луна. Кольца чувств символизируют. Ну тут несколько уровней этого сознания. Кольцо не просто так. Кольцо это символ металла. В пантеоне стоят восемь богов-отцов. Пять из них символизируют энергию. Семангл это огонь. Живо вода. Стребок ветер. Макошь мать царая земля. А верес металл. Верес который голос слово. И раньше князья ходили мне все пальцы в кольцах. Думаю, что это неудобно будет. Получалось то, что если он слово дам, если он с соседом договорился, они друг другу кольцо подалили. И они все должны были их носить, чтобы слово не забыть, чтобы слово было данное. И они... А если он кольцо какое-то снимет, а сагида тает, то я наблюдали. Если он снял это кольцо, то он хочет нарушить тот договор. Понимаешь? Поэтому их кольца одевали как-то на будущее, вот девочкам на правую, а мальчикам на левую, чтобы когда он идет со стороны сердца, чтобы их будущее наложилось, кольца встали в знак бесконечности, как солнце, луна. В слове рай в русском языке где половины? Рай это солнце, знаете, да? А это луна. Алтай что называется? Золотая луна. Ай, луна. В раю был один мужчина и одна женщина. Вы знаете эту историю, да? По сути, только так в рай можно ходить. И рай не место для одного человека. Рай – место для двоих человеков. В Библии так написано. Там были двое. Мужчины и женщины. Но... Нужно понимать, что только так в рай можно и прийти. То есть я был на райских местах в этой земле, и там по одному ходят столько официантов. Все остальные парочки, например. Поэтому, если кто-то хочет один рай прорваться, будет, скорее всего, там официантом работать. Потому что все со своими парочками ходят, понимаете, например. Но не может никто в рай один прорваться. Потому что чтобы этот двигатель начал работать, ну чтоб плюс-минус встретился. Чтоб компьютерная программа работала, чтоб единички нули были 50 на 50. Чтоб уважаемый поляк был хороший, надо чтоб день-ночь были одинаковые с точностью до секунды. Понимаете, что делать? И психосоматика тут великая штука. Поэтому, я всегда говорю, в день свадьбы должны сидеть на одной лавке. Свадьбу делать на растущей луне. 40 дней после свадьбы муж должен предков жены поминать как своих собственных. Жизнь поминает как своих собственных. Но я думаю, что проблема-то еще ушел вовремя. Духов-то постоянно не беспокоишь. Есть просто дни, которые надо поминать. Есть дни, когда твой пустой стол, плохая примета. Вообще стол это престол, а будь Бога. Часто от того, как обеденный стол будет выгиб, на то судьба станет похожей. И многие знают, зайдиться и присесть на стол это святотарство. Яйцо от стол разбить, свой рот разбиваешь. Шкурки от яйца никто не кладет. На стол не плюют семечки. Огрызки кости или на тарелку, или на салфетку, но не на стол. Если хлеб режут, то не на столе, а на досточке. Крошки не гребут не на себя, а на бок. Не рукой, а тряпочкой. Не салфетка, и сплетня. И ложка упалась, а соседка припрется. И вон, она уже нарисовалась. Куда она взялась? Духи хотят с тобой разговаривать. Они разговаривают с тобой. Диалог идет на уровне знаков. Они же не могут так вот говорить. Они же информация. Эта информация идет через соль, сахар, вода. Соль, сахар, вода всегда должны быть на столе. Вот женщинам противно смотреть, когда мужик без рубахи за столом сидит. Смотреть ей на это противно, но что сказать, она забыла. У нас говорят так, ты сегодня без рубахи за столом, завтра без штанов на улице. И бывает, вот это перекрывает денежный канал. Это мужик прикрется в обряд в день, еще сядет за стол без рубахи. Духи надо говорить, ты вообще оборзел что ли? Ну попробуй без нас. А вот это, знаешь, это очень... Вот, это ничего. Знаешь, у меня один мужик тоже приехал, я знал, что нельзя на табуретку в обуви залазить. Почему? Не знал. Ну что там знать? Когда человек вешаться собирается, он не будет ни газетки стелить, ни ботинки снимать на табуретку. Он пришел полвеситься. И на табуретку залазит сапога. Если ты не собираешься вешаться, то или газетку постели, или обувь сними. Потому что духи сидят, смотрят. Хочет сдернуться, что-то боится. Ну давай поможем. И будет однажды висеть и качаться. Хотя проблем не было. В чем крыльпыков? Потому что я тебе объясняю. Потому что традиции тысячи лет ваши предки придумали для того, чтобы кто-то взял вот так вот от любви. Традиции для того, чтобы их беречь, сохранять. Это завет лереса. Но эти традиции все от слова Ра, Солнце. В России раньше все так было. Нас враги до сих пор называют Раши. Слышали такое? Враги помнят, что русские жили по Солнцу. А Россия называет себе Руссия. А руссо лежит под сапогами саксов. Никто ничего понять не может, как с такими богатствами еще не умудрится жить бедно. Это никто понять не может. То я объясняю, что если мы нарушили все, не то что не может, мы же все наоборот сделаем. Я не люблю плакал отца, но дочек плачет. У нас дельматы в конце ноября. Дельмары в ненесемной смерти. У всех народов май. Только мы тут унеси. В май надо кому-то объяснить, почему дельматы. Все с щенками, все с телятами, все на нерестках пылые, все, говорится, в звездах сидят. Вся природа родит. В день матери в мае я понимаю, что это логично и неправильно. Но в конце ноября, когда родники снегом засыплены, веречки вот закрыли, взяв природу уснули, там никто никого не родит. Какой день матери? Ну, это просто. Символ синирует, что теперь Пётр с лимонией. Совершенно. Никого не хочу обидеть, поймите правильно. Города моя коллега. Чёрная ведьма. Она людям порчу ставила на волосе бабки своей покойницы. И потом лечила за деньги. Я знаю вот прекрасно этот вид хородства. Я никого не научу, я просто объясню, как это делать. Берётся волос покойника и берётся волос живого человека. Сплетается с определёнными словами, человек начинает гнить. Практически это можно набить до смерти. Страшная смерть. Кто ставит, тот может распрести. Если они ей давали деньги, она воспитала человеку здоровый. Но князь два раза от неё убегал. У него была семья и трое детей. Но потом сказал ещё раз, сбежишь, сдохнешь, погодишь. Света. 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 Света.